Я обожаю фильмы с супергероями, потому что, ну вы знаете, это же мечта любого пацана. Быть суперсильным, быть супербыстрым, понимаете, быть, ну уметь делать что-то, чего не умеют другие. Спасать людей, чтобы девчонки тебя за это любили, это же, это, это, ну это что-то закладывается с детства, понимаете. Это с этим прям приятнее всегда жить даже с этой маленькой мечтой. Субтитры создавал DimaTorzok Я люблю актер, но я люблю петь, понимаете, поэтому я думаю, может быть рано или поздно, если появится хороший сценарий, если будет какая-то работа, чтобы это было, знаете, не траля-ля, а чтобы это была действительно глубокая, актерская, хорошая работа, но с музыкой, почему нет. Вот опять же, о музыке, да, разговор, если вы пишете музыку, как всем фильмам, в которых вы снимаетесь, большинству, а вы будете работать над музыкой, картиной в Италии, которую вы снимаете? В Италии? Ну, я предложу что-то Стефана Лоренци, режиссеру, я ему предложу что-то, вот, с точки зрения музыки, к тому же я уже сейчас, я работаю как сонграйтер в компании, в команде Редуана, я не просто его артист, я еще и композитор, который работает с ним, и я уже написал одну песню для бэнда, которая называется Seven Lions Ever, его новый музыкальный бэнд, они будут петь мою песню, которую написал я, поэтому, я думаю, мы вместе, может быть, с Редом что-то предложим, в итальянской картине что-то. А относительно саундтреков, над фильмами, в которых вы не снимались, вы работаете, вот, помню, что у вас была работа над фильмом «Обратный отсчет» песни «Русские идут». Да, 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 русские забили. У меня были саундтреки к фильмам, в которых я не снимался, вот, и, я думаю, еще будут, потому что, потому что мне, естественно, часто предлагают не только спеть или написать что-то для фильмов, в которых я снимался, также для картин, в которых я не играл, поэтому, я думаю, может быть, я что-то еще сделаю. Но сейчас, например, мне предложили американская картина «Ред Скай», в которой есть русские со-продюсеры, мне предложили написать музыку туда, причем они, как полноценного композитора для кино, видели мои работы киношные, посмотрели, и они пригласили меня в студию, садиться и писать для всего фильма музыку. Вот, и я, если найду на это время, это будет, конечно, огромный экспириенс и вообще большая удача написать для всего фильма, весь музыкальное полотно, все. «Последний фильм, который вы смотрели в кинотеатре?» «Последний фильм я посмотрел, когда вчера летел в самолете, это был... какой, как, где?» «В кинотеатре». «А, в кинотеатре? Нет, я в «Самокраде» вчера смотрел. А, сейчас, 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 скажу, хорошее кино посмотрел в кинотеатре. «Рок навсегда». «Рок навек». «Рок навека». «Как впечатление ваше в фильме?» «Хорошее. Мне понравилось. Это, это, говорю, вот это прекрасный жанр, где вроде как серьезное кино, где есть над чем поржать, много даже над чем. Кино, ты заметил, с какой иронией оно было сделано? Сколько там было не просто серьезных сцен, а сколько там было просто, когда я смотрел и не понимал, думаю, они вообще в каком состоянии снимали. Но это так, мне было так смешно в этот момент, просто от несовпадения иногда музыки и того, что они делают. И я был прям в восторге, правда, от картины. А вот вы говорите, то что, как они снимали, да, то есть это юмор все. Были у вас, ну вот, хотя бы одна съемочная площадка, которая вот сравнилась с юмором, которая отличилась именно юмором? Да. На кинокартине «Самоубийцы» мы столько ржали. И я, и меня даже в определенный момент я начал бояться того, что, знаете, когда, иногда, когда очень смешно на съемочной площадке, потом грустно в кинотеатре. Потому что когда ты смотришь, думаешь, встану, вроде бы было так смешно, ну вот. И понимаешь, что люди не смеются вокруг. На «Самоубийцах» я прям боялся премьеры, но потом, когда люди на премьере смеялись, аплодировали, иногда просто прям взахлеб смеялись, это было большим подарком для меня. Потому что мы очень много, мы неостановимо просто угорали на съемках. Как у вас сложились отношения с партнерами, вот с Евгением Стычкиным и Оксаной Кничиной? Ну, прекрасно. Они, во-первых, очень профессиональные ребята, во-вторых, просто замечательные люди сами по себе. Женя, мы до сих пор переписываемся иногда, присылает ММС, что он где снимается, я ему пишу, что где в Америке, еще где-то. Мы с ним очень дружеские отношения поддерживали, что радует, потому что не всегда получается держать какой-то контакт после того, как заканчиваешь работать с человеком. Спасибо большое. Спасибо.